Весенний сезон всегда богат на события. И хотя майские праздники позади, песни и стихи, посвященные Дню Победы, остаются с нами дальше. Военно-исторический клуб «Патриоты» вместе с библиотеками Тольятти провели шестой городской конкурс чтецов по дорогам с Василием Теркиным. Он запомнится новыми участниками из Тихани. Пока у нас есть такие дети, у нас никакие англосаксы не возьмут зуба дома. Оборванного миску утешала девчушка в изувечной избе. Пусочек хлеба – это очень мало, но крошечка останется тебе. Снаряды пролетали и взрывались. Смешалась кровь и черная земля. Была семья, был дом. Теперь остались всем одни на этом свете – ты и я. Ну, мне кажется, он получился одним из самых таких больших, самых таких ярких, масштабных. По мамоеву кургану днём и ночью ходит мать. Вы скажите, добрые люди, где мне сына отыскать? И ей в ответ вздыхает волком. Крепко спит в земле герой. Не буди его напрасно и ступай себе домой. Когда ребёнок сам учит стихи, сам декламирует их, сам их рассказывает, пропускает через себя, именно тогда, мне кажется, возникает вот это понимание, значимость нашей истории, событий, которые происходили в годы и Великой Отечественной войны, и событий, которые происходят и сейчас. Мы говорили с мамой о войне, о том, как погибали наши предки, которые не знали обо мне, но за меня врагов родили метко. За то, чтоб я родился на земле, они мечи из ножен вынимали. И с Александром Невским во главе за Русь Святую до конца стояли. Под Курском в танке наш солдат сгорал и бился на Мамаевом кургане. Я не смогу предать былых побед. За этот разговор спасибо маме. С чувством проникновенной, видно, что осознанно читают стихи не только Тёркина, но и наших ронтовых других поэтов. В этом году мы предложили им читать стихи наших поэтов тольяттинских, которые издали благодаря Сергею Авакумову, издали вот такой замечательный сборник, который путешествует. Сегодня у нас был такой замечательный шестой, но он такой массовый, такой действительно душевный у нас получился. Качество очень сильно выросло. Стихов, я вот почему говорю, у меня многие задают вопрос, почему не судишь? Я потому что я не могу, я не судья, я все могу делать. А судить у меня прям сердце не выдерживает. Ну как судить можно ребенка, детей? Да, и вот они так рассказывают. Вот действительно 240 человек, я бы им всем дал прям первое место. Когда угрюмый ливень лупит крышу, Когда осенний ветер листья рвёт, Мне чудится, что вижу я и слышу, Как по глухим лесам идёт мой взвод. Нас до костей дождями изхлестало, Нас прознобило с головы до пят, Уже и артиллерия стала, И самолёты нынче не взлетят. А ну, пехота, просуши портянки, Перемотай обмотки и вперёд. А ты ещё не унывала, А я с тобой, а я всегда с тобой. Мы как-нибудь дотянем до привала, А может, прямо с марша бросит в бой. Это очень важное дело. И вот то, что подрастающее поколение Включилось в такие процессы, Как сейчас передача литературы, Передача музыки, Передача много чего, Вплоть до анекдотов, что угодно. Это цемент, который делает народ монолитным. На дне промёрзшего окопчика, Укутав сына в одеяло, Сидела мать с трёхлетним хлопчиком И тихо, Наши, повторяла, С тех пор дорог немало пройдено И поднято добротных пашин, Но для меня понятие Родина Навек осталось в слове «наши». Спасибо огромное, Александр Сергеевич. Этот конкурс мы с правом Можем считать российским, Межрегиональным, Потому что в нём принимали участие И Смоленская область, Донецкая, Луганская, Снежное. Из Донецкой республики Несколько городов и посёлков Не только в Донецкой библиотеке Участвовали в этом. Это библиотеки из ЛНР, ДНР, А также здесь, возможно, Присутствуют и библиотеки Самары. У меня как жюри впечатление Поразвели участники Вот из этих республик, Присоединённых к нам. Потому что дети Не понаслышке знают о войне. Они буквально находятся В контексте войны И читают порой Не детские стихотворения о войне. И особенно меня поразили участники Этого конкурса, Которые читают вот эти стихи В библиотеке. За ними выставка О героях молодой гвардии. И название этой выставки Путь к победе 43-й, 2023 год. Конечно, без слёз и равнодушия Слушать такие стихи невозможно. До дрожи, до слёз. Две сестры бежали от войны. В Свете восемь, Кате три всего лишь. Вот чуть-чуть ещё И спасены за холмом свои. А значит, в воле. Но рванула мин, Сея смерть позади идущих. Дымно, гадко, И один осколок долетел, И ударил младший под лопатку. Словно скрыть хотел Преступный снег. Миллиграмм горячего металла, Бальтник цел, И крови тоже нет. Только сердце Жюри в этом году Очень щедро Выделило больше 30 победителей. Мы их сегодня сейчас услышим. Несколько, только 5 гран-при, В том числе и спецпризы Самым маленькому, Семилетнему участнику. Надо продолжать, конечно, Это дело и расширять. Очень приятно видеть молодых. Пожелать им, Чтобы в их душах Никогда не угасло чувство, Которое способно понимать И рождать стихи. Расправляйте, как птицы Летящие крылья, Мать отчизна зовет На защиту опять. Разорвите, отриньте Околы бессилья, Гимн отваген, Сумейте сей меч удержать. Молодец. Хотела бы благодарственное Письмо вручить Сергею Степановичу вам И всему вашему коллективу. Здесь я вас благодарю, конечно же, За участие и за содействие В конкурсе счастливов. Но еще раз повторяю вам Огромное спасибо, Потому что мне кажется, Вы везде с нами, Везде с культурой, В парке Сахарова и так далее. Спасибо вам огромное. 29 мая исполнился ровно год, Как ни стало Андрея Соколовского. Сегодня мы отдаем дань Герою Российской Федерации, Отцу двоих сыновей, Мужественно сражавшемуся И погибшему в зоне Специальной военной операции. Андрей Соколовский чтил свои корни, Любил и понимал цену труду, Заботился о своей семье. КОНЕЦ КОНЕЦ Мы с Наташей родились И жили в одном селе, На одной улице. Так получилось, Что я их помню еще, Она совсем маленькая, Когда родилась. Андрей, вот наш земляк, Я считаю своим долгом, Его подвиг надо осветить, А чтобы больше народу узнали, Что вот такой человек был, жил. Я, Соколовский Андрей Андреевич, Торжественно приказаюсь Наверное своему Отечеству Российской Федерации, Взятую соблюдать Конституцию Российской Федерации, Строго выполнять Требные воинские уставы, Приказать командирам и начальникам, Длинуть, достойно выполнять Своих седов, Мужчать свободу, Независимых и конституционных строй России, Народ и отечественных. У нас любимое дело было, Наша машина, Мы только, он выходил с работы, Он мне звонит, Наташа, Я выхожу с работы, Одевайтесь, Чтобы я пришел, Вы были готовы, То есть не кушал, Мы сразу садились в машину, И мы катались просто, Мы, наше любимое место было, Набережная, Он очень ждал, Когда отремонтирует Набережную нашу здесь, Вот, даже когда стройка шла, Мы просто подъезжали, Посмотрим на этот забор, И уезжали, Вот прям ждали, да. Ну, у нас и нет такого, Чтобы, ну, сейчас, как бы, Мы ждем, Мы еще все равно не понимаем в душе. Русский парень из спецназа Послан был спасать Донбасс, Он не раз спасал Россию И еще спасет не раз, Был контужен, даже ранен, Дважды госпиталь прошел, Талисманом стала пуля, Что под сердцем врач нашел. Был контужен, даже ранен, Дважды госпиталь прошел, Талисманом стала пуля, Что под сердцем врач нашел. Русский парень из спецназа, Наша гордость, слава, честь, Если Родина прикажет, Значит, ей он скажет есть. За Донбасс, за память предков, А еще за русский мир, Русский парень из спецназа, Для мальчишек он фумир. За Донбасс, за память предков, А еще за русский мир, Русский парень из спецназа, Для мальчишек он фумир. Русский парень из спецназа, Дочки три, а сыну пять, Он опять вдали от дома, И ему опять стрелять, Защищать страну Россию, Чтобы дети спать могли, Сколько их на поле брани, За Россию полегли. Защищать страну Россию, Чтобы дети спать могли, Сколько их на поле брани, За Россию полегли. Русский парень из спецназа, Дома ждет его жена, Он опять вдали от дома, Там, где поле, где война. Он не может жить иначе, Если русский мир горит, Русский парень из спецназа, За Россию постоит. Он не может жить иначе, Если русский мир горит, Русский парень из спецназа, За Россию постоит. За Россию постоит. За Россию постоит. Слава героям! Поздравляем с годовщиной! Всем здоровья, всех благ! День пограничника всегда проходит организованно и масштабно. В рядах военно-исторического клуба «Патриоты» Немало ветеранов погранвойск, И этот праздник традиционно отмечается сообща. Проверяй! Мирно! Слово для поздравления предоставляется главе автозаводского района Юрию Юрьевичу Башкерову. От себя лично и по поручению главы городского округа Тольятти, Френца Николая Альфредовича, Поздравляю вас с вашим днем! Мужество и отвага, Умение действовать на пределе силы возможностей, Высокий моральный дух И беззаветная преданность Родине, Главные качества воинов-пограничников, Которые заслуживают истинного восхищения и преклонения. Мы всегда были на страже нашей Родины. И вот сегодня у нас первые пограничники, Вообще только медали такие пришли. А так и называется медаль участников гуманитарного канула. Некоторые из вас, я знаю, и по 20 раз уже ездили. Сегодня вы пограничники первые, как всегда. 105-е годовщина со дня образования пограничных войск. Наш клуб традиционно принимает участие. И в этом году мы создали, Создали, вернее, издали такую медаль Участников гуманитарного канула. Медаль пришла буквально только два дня назад. И вот 11 человек сегодня были удостоены такой медали. Майский солнечный день Отцветала сирень Расцвело все в душе Когда вспомнил число Я горжусь тем числом 28 оно Одевайся, братва Нам теперь все равно Я горжусь тем числом 28 Одевайся, братва Нам теперь все равно Поздравляю, братья пограничников С Днем Пограничника Это очень важный для нас праздник Каждый год мы собираемся Пограничное братство Всем доброго здоровья, полноты и радости жизни Всех погранцов Их праздников Чтобы быть здоровым Веселым Ищем Больше тепло Зазеленеют зеленые фуражки День пограничника гуляют пацаны Когда граница на замке То каждый знает Они не спят и охраняют ваши сны Зазеленеют зеленые фуражки В скверах, парках Музыка и смех И гуляют погранцовские ребята Это гордость нашей Родины за всех Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok